Всем привет! Вы на канале Свинки Шоу, но сейчас вы видите не Янину, а Жанну и трех морских свинок, которых зовут Лампа Сеней Фроси, потому как наш канал захватил канал Три морские свинки. Это кадры того, как же я съездила в Кропивницкий, отсняла там прогулку морских свинок на примере Лампы Сеней Фроси, потому как решили мы с Жанночкой сделать для вас еще и вот такое вот видео, потому что Арнольд Толик и Валик не имеют такой шикарной возможности гулять на вот таких вот экологически чистых лугах, поэтому я не выгуливаю своих свинок, это необязательная процедура, она выполняется по возможности, и вот такая возможность есть у Жанны выгуливать своих девчонок, почему бы мне не показать вам, как это делается правильно, потому как многие неправильно проводят эту процедуру, очень часто в наш паблик ВКонтакте мне сбрасывают фотографии, где свинки якобы гуляют, так вот сегодня мы развеем все мифы о том, что же вы делаете правильно, что неправильно, и вообще все, что связано с гулянием морских свинок. Итак, первый момент, необходимо ли это делать, нужно ли выгуливать морских свинок постоянно? Я уже немножко частично ответила на этот вопрос, Арнольд Толик и Валик не гуляют, и, конечно же, это и неплохо, и нехорошо, в общем, у нас нет такой возможности, если у вас есть такая возможность, то это хорошо, но нужно делать это по правилам. Какие же основные моменты? Сейчас вы видите, как гуляет лампа Сеня и Фрося, вот одно из самых больших ошибок есть, то, что все время я наблюдаю на фото, на видео различных, когда свинки гуляют, да, на улице, на природе, их выпускают, и они гуляют вот в прямом смысле этого слова, то есть ходят без каких-либо ограничений, это неправильно. Сейчас вы видите идеальный вариант прогулки морских свинок, когда свинки находятся в загончике, можно взять верх от клетки, можно взять решетку, можно как бы не ограничиваться в пространстве, сделать чуть-чуть больше пространства, но обязательно его как-то отгородить, потому что, если вы выпускаете свинку просто так погулять на лужайке, это может закончиться плачевно, свинка может сбежать, на нее может кто-то напасть, она может забежать под машину, если рядом машина, в общем, может случиться все, что угодно, и выгуливать свинку без загона, без решетки неправильно. Когда мы вот выгуливали и снимали эти кадры, я попросила открыть решеточку, и Жанна очень даже переживала, что свинки сквозь вот это окошечко убегут, то есть, несмотря на то, что они вроде бы довольны жизнью, жуя травку в тенечке, все равно есть риск того, что свинка может услышать резкий звук и убежать, поэтому даже вот такое маленькое окошко волновало хозяйку, я ее прекрасно понимаю, поэтому мне тоже очень страшно всегда видеть кадры, когда свинки гуляют без ограничения, так делать не стоит. Также такой есть миф по поводу гуляния морской свинки, что ей просто нужен воздух, поэтому дети часто выносят свинку на площадку, на руках. Так вот, ребята, на руках это не гуляние для морской свинки, это стресс. Такие гуляния не добавляют здоровья свинке. Свинка должна гулять вот в таком вот загончике. Гулять – это находиться на травке, кушать чистую травку. Вы, конечно же, должны установить свой загончик вдали от резких каких-то звуков, от тех мест, где выгуливают животных. Это должно быть в идеале тихое, чистое место, и никак детская площадка не может быть таким местом, и руки человеческие – это не загон. То есть так свинка не гуляет. Свинка гуляет, передвигаясь в ограниченной территории на чистом месте. Обязательно нужно помнить о том, что если вы выбрали для прогулок солнечный день, свинки должны находиться в тени. Вы ставите свой загончик или в таком месте, где нет солнца, или вы притеняете как-то свой загон сверху. Наши свиночки гуляли вот в тенечке, поэтому им солнышко не грозило. Но свинки склонны перегреваться, поэтому если ваша прогулка длительная, и воду нужно взять с собой, и притенить как-то это место. И, конечно же, не допускать контакта свинок с другими животными. Это не очень хорошо. Еще свинка может испугаться, может напасть на нее хищник, поэтому желательно все-таки наблюдать за свинкой во время такой прогулки. Ну и такой момент, что очень часто люди боятся, что свинки съедят чего-то не того, что трава грязная, поэтому нужно ставить свой загончик в таком месте, где далеко находятся машины, где трава чистая, и выбирать действительно чистый участок для подобных прогулок. Лампа Синей и Фройса продемонстрировали нам такой вариант хорошей прогулки, которая закончилась сладким сном. Сколько гулять с морской свинкой, тут уже вы можете смотреть по своему животному. Некоторые делают это от нескольких минут, заканчивая часами. Мы с Жанночкой, наверное, гуляли минут 20 со свинками, они наелись, улеглись, и это уже был сигнал о том, что можно уже потихонечку собираться домой. Мы дали им немножечко поваляться. Конечно же, земля должна быть полностью прогретой. Прогулки не стоит начинать ранней весной, и не стоит продолжать их поздней осенью. Мы выгуливали вот свиночек летом, и посмотрите, какая благодарность нас постигла. Мы увидели сладкие пяточки. Когда мы вернулись домой, свинки уже были достаточно уставшими после такой прогулки, но благодарными. Надеюсь, у вас уже не останется вопросов о том, как же правильно выгуливать морскую свинку. Давайте подытожим. Берем загончик, ставим его в притяненное чистое место, и даем свинке погулять именно вот таким вот образом. Спасибо каналу Три морские свинки, который продемонстрировал нам вариант правильной прогулки. Я благодарна Жанне за теплый прием. Мы еще, я думаю, неоднократно увидимся. Спасибо зрителям за все ваши просмотры, за ваши лайки. Подписывайтесь на наши каналы, на канал Свинки Шоу, и на канал Три морские свинки. И мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока!